Привет народ, это канал Реальная Лепка. Сегодня в видео узнаем как слепить Лю Канга из Mortal Kombat. Так что подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустить, ставим лайк и погнали. Лю Канг. Другие варианты произношения или имени Лю Канг. Лю Канг. Персонаж серии Fighting Mortal Kombat. Впервые появившийся в первой части серии. Изначально для полного соответствия образу шаолинского монаха разработчики хотели сделать его лысым. Но актер, изображавший Лю Кана, в первых двух играх отказался бриться на голову. Так Лю Канг принял известный нам образ, срисованный с Брюс Ли. Лю Канг создавался как положительный герой, поэтому в первых играх почти все его приемы отличаются меньшей жесткостью, нежели у других персонажей. А также они не сложны в исполнении. Лю Канг появляется во всех играх серии, кроме спин-офф, посвященных Саб-Зиро и Джаксу. История персонажа Исиротев в юном возрасте, Лю Канг воспитывается шаолинским монахом Стреем. Увидев потенциал молодого монаха, великий мастер из внешнего мира Борай Чо взял его к себе в ученики. Именно он научил Лю Кана его коронному приему, летящему удару. Изначально в качестве представителя ордена Шаолиня на смертельной битве рассматривался другой воспитанник монастыря. Но все же на 10-й турнир отправился именно Лю Канг. На турнире Лю Канг победил 500-кратного чемпиона Гору, после чего последовало сражение с Шан Цунгом, в котором он одержал победу благодаря своему летящему удару. После разрушения острова Шан Цунг Ли, Канг вернулся домой, но вместо своего старшего родным храма он увидел лишь отгоревшие руины. Это было попыткой Шан Цунга спровоцировать Лю Кана на участие в новом турнире, уже во внешнем мире. Чуть позже Лю Канг обзавелся новыми друзьями, Кун Лао и Кун Лэнг, младшим Sub-Zero. Этой компанией они полетели в Голливуд к Джонни Кейджу, которого Шан Цунг хотел заполучить таким же способом, как Лю Канг. Шан Цунг осуществил задуманное, поставив ультиматум «Если земляне откажутся, им будет засчитано поражение». Лю Канг вновь стал победителем турнира, в финале которого он одолел Шоу Кана. Как оказалось, Шоу Канг не умеет проигрывать. После проигрыша он отдал приказ убить всех землян. Нашествие Шоу Кана не заставило себя долго ждать. Но закончилось оно так же внезапно, как и началось. Вторжение из внешнего мира остановило Лю Канг, после того, как схватки одолел императора. Вскоре от бога ветра Фуджино Лю Канг узнал о возвращении правителя преисподней Шинока, собирающегося стать абсолютным владыкой всего сущего. Его первой целью стала Эппедия, куда Лю Канг сейчас же отправился ради спасения Китаны. После первой схватки, в которой Лю Канг потерпел поражение, он вернулся на землю, чтобы собрать команду лучших воинов и повторить попытку. Благодаря случайной помощи Скорпиону, заблудившую Муси, Каун-Чи и настоящий амулет Шинока преисподнюю. Правитель преисподней оказался почти бессильным. Лю Канг победил его, и Шинок был вновь отправлен в свое царство. Лю Канг отказался от предложения Китана занять трон Эдени, объяснив это тем, что является чемпионом в смертельной битве, и на нем лежит ответственность на земное царство. Куан-Чи и Шан Цунг объединились в так называемый смертельный альянс, перед тем, как воскресить бессмертную армию Онаги, короля драконов. Решили избавиться от двух существ, единственных способных испортить их планы, Шао Кан и Лю Кана. После ликвидации Шао Кана, позже выяснилось, что они убили только лишь его двойника, смертельный альянс направился на землю. Шан Цунг, приняв облик Кун Лао, попытался внезапно атаковать Лю Кана, но тот сумел отбить его атаку. Но Куан-Чи со спины ударил Лю мощным магическим зарядом. Шан Цунг напал на раненого Лю Кана и свернул ему шею. Затем Шан Цунг забрал его душу, и оба колдуна отправились во внешний мир, чтобы исполнить свой зловещий замысль. Тело Лю Кана было обнаружено Кун Лао, а затем он был с почти почестями погребен на территории храма. Смертельный альянс был очень близок к реализации задуманного плана, но дуэт распался. Чуть позже появилась общая угроза в лице воскревшего Кун Аги, который прибыл во дворец Шан Цунга за амулетом Шинока. Смертельных усилий Куан-Чи, Шан Цунга и Рейдена было недостаточно, чтобы остановить короля драконов, поэтому Рейдену пришлось высвободить свою божественную сущность, что повлекло за собой разрушение от дворца. Рейден потерял физическую оболочку, а Нага не получил ни малейших повреждений, но вот Шан Цунг был убит, и все его души обрели свободу, включая душу Лю Кана. Лю Кан не отправился на небеса, а остался во внешнем мире, чтобы помочь своим друзьям в битве с королем драконов. Также стало известно, что его физическая оболочка была кем-то воскрешена, и сейчас убивают ни в чем не повинных людей. Чувствуя себя виновным, Лю решил найти ответственную за происходящее, но для начала было необходимо остановить Онагу и освободить захваченные им друзей. Он помог Боурай, че найти себе силу, чтобы объединить разоренные расы внешнего мира для сражения с армией Таркатаны. Заручившись помощи, Ермака Лю отправился во дворец Онаги, и пока Ермак сражался с земными воинами, Лю Кан освободил друзей от заклятия короля драконов. После сердечной встречи со своими друзьями, Лю продолжил искать способ возвращения себе своего тела. Он присоединился к Китане, которая стала его якорем в физическом мире, поддерживая его силу. А на собрании воинов совета, ночной волк произнес связь с духом Лю Кана из Китаны на себя, став новым спритупленным якорем для Лю. Он надеялся, что, может быть, та неизвестная мощь, обладание которой ищут силы тьмы, сможет помочь обрести Лю Кана такой физической оболочкой Лю, атакованной Шан Цунга при битве около пирамиды. А Гуса и не дала ему достичь вершины пирамиды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова